Привет, друзья! Сегодня мы с вами продолжим разбирать всю ту фитнес-ерунду, которую вы можете встретить на просторах YouTube от популярных и не самых популярных видеоблогеров, чьи ролики, тем не менее, собирают сотни тысяч и миллионы просмотров, вводя огромное количество людей в заблуждение. Но перед этим я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто стал спонсором проекта на сайте Boosty и оформил ежемесячную спонсорскую подписку. Именно благодаря вашей поддержке у нас и есть возможность снимать все эти видео. И чем поддержки у нас будет больше, тем больше и лучше и чаще будут становиться наши ролики. Мы также открыли отдельный сбор донатов на новый фотоаппарат, с помощью которого мы будем снимать, потому что этот, честно говоря, уже дышит на ладан. И ни одна съемка не проходит в спокойном режиме. Но мы начинаем. Это упражнение не накачает твой пресс. И это тоже. Это упражнение также не подойдет для прокачки пресса. Все известные тебе упражнения по большей степени включают в работу пояснично-подвздошную мышцу, в то время как пресс включается лишь на 10-15% из целых 100 возможных. Сильное заявление. Но в реальности все обстоит немножко не так. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть анатомию и биомеханику прямой мышцы живота и пояснично-подвздошной мышцы. Прямая мышца живота с одной стороны крепится к тазу, а с другой к ребрам. И таким образом, за счет ее сокращения, мы фактически поднимаем таз к груди. Подвздошно-поясничная мышца, на самом деле это комплекс из трех разных мышц, крепится к бедренной кости. Таким образом, при своем сокращении, она будет поднимать бедренную кость к ребрам. Из этой информации уже следует, что сами по себе подъемы ног ни в каких своих влендах не будут задействовать прямую мышцу живота, потому что это движение осуществляется за счет подвздошно-поясничной мышцы. Ну а третье упражнение в его видео вообще направлено не на развитие прямой мышцы, а на тренировку косых мышц. Да и то оно не самое эффективное. И сейчас я покажу тебе два реально эффективных упражнения, которые включат твой пресс на все 100% и в кратчайшие сроки подарят тебе те самые желаемые кубики пресса. Итак, первое упражнение. Оно включает твой пресс примерно процентов на 70-80, но это уже неплохо. Сейчас покажу самое рабочее упражнение. Вот это упражнение самое рабочее. Оно включает твой пресс на 90-100% в зависимости от того, насколько правильно ты его выполняешь. Честно говоря, я не представляю, откуда все эти фитнес-блогеры берут конкретные цифры 10-15-100%. Такое ощущение, что они просто выдумывают их из головы для того, чтобы их ролик смотрелся более научно и зрители в него больше верили. Потому что в действительности я сильно сомневаюсь, что у него есть хоть какие-нибудь исследования, подтверждающие эти цифры. Возможно, я ошибаюсь, но поскольку он не привел ссылок, то будем исходить из принципа бритвы окома. Что касается самого упражнения, то подъем ног – это отличное упражнение при условии. При условии, что вы не просто поднимаете ноги туда-сюда, что является частой ошибкой среди новичков, а именно подкручиваете таз. И за счет этого подкручивания таза ноги у вас поднимаются. Замечательное упражнение, потому что за счет регулировки того, насколько вы сгибаете ногу в колени или выпрямляете ее, вы можете регулировать нагрузку в достаточно широком пределе. Ты долб***ь, если до сих пор делаешь вот это упражнение. Скорее, если ты до сих пор материшься в роликах. Ладно, не обижаюсь, я шучу, но смотри, почему так. Когда мы поднимаем плечевую кость выше параллели с полом, это происходит на самом деле даже раньше, вот примерно в этот момент. Сухожеленная доставная мышца упирается в кость и начинает об нее тереться. Примерно вот в этом моменте. Когда мы поднимаем локоть выше параллели с полом, вы убиваете свой плечевой сустав. Вообще, на тему распространенного заблуждения о вреде упражнения тяга штанги к подбородке и несостоятельности аргументов, которые приводит Илюха, есть отдельный большой ролик на канале Е3. Он на английском языке, правда, но если вы владеете этим языком, то настоятельно рекомендую посмотреть его в оригинале, потому что аргументы для разбора Илюхи я буду брать именно из этого видео. Минимальное расстояние в плечевом суставе будет при угле 40-70 градусов. Это было обнаружено вот в этом исследовании. Таким образом, поднимая руку выше угла в 70 градусов, вы будете наоборот увеличивать, а не уменьшать расстояние в вашем плечевом суставе, и, соответственно, это не может вызывать никаких проблем. Более того, если бы проблема была связана именно с этим, то мы бы заметили патологические изменения в верхней части надосной мышцы, сухожилие которой и должно в теории тереться об кость. Однако, мы этого не обнаруживаем в разных исследованиях. Более того, в действительности, изменения при так называемом импиджмент-синдроме обнаруживались в нижней части мышцы, а не в верхней. Это еще и неэффективно. Почему? Потому что средняя дельта сокращается лишь вот до этого момента. То есть мы мышцу сократили, а дальше работает только трапеция. Вы что, хотите накачать трапецию? Нет ведь? А чем заменить это упражнение, я рассказал в следующей части. Средняя дельта работает, да, полной параллели руки с полом. И это очевидно для любого, кто изучал физику в школе и знает точки крепления этой мышцы. В действительности же, вредоносность данного упражнения существует исключительно в умах необразованных фитнес-тренеров и врачей, которые используют устаревшую, а не современную медицинскую информацию и свежие научные исследования. Поэтому, если в процессе выполнения этого упражнения у вас возникают какие-либо неприятные ощущения в плече, то вы либо какой-то исключительный случай, либо, что более вероятно, пытаетесь использовать нагрузку, значительно превышающую ваш уровень подготовки. Ну а в этом случае любое упражнение, будь то подтягивание с дополнительным весом приседания или же млёжа, также могут привести к травме. И дело здесь не в упражнении во биомеханике, а в том, что нагрузка не соответствует уровню подготовки. Секретная методика для увеличения роста из СССР. Сейчас я вам о ней расскажу. Встаете рядом со столом и закидываете на него ногу. Оптимально будет, если угол будет 90 градусов. И двумя руками, обхватив ногу кольцом, растираете место под коленом в течение 2-3 минут. Потом то же самое с другой ногой. Если выполнять это ежедневно, то за месяц можно прибавить в росте 2,5-5 см. Не существует никаких секретных методик по увеличению роста. Так же, как не существует никаких секретных упражнений. В принципе, увеличить рост подобным способом невозможно. И об этом я детально рассказывал в одном из предыдущих роликов. Ссылку я также размещу в описании. Поэтому сейчас я не буду подробно на этом останавливаться, а просто расскажу суть его методики в двух словах и объясню, почему же она работает и каким образом ей удается прибавить вам пару сантиметров. В процессе жизнедеятельности, особенно у тех, кто ведет сидячий образ жизни, происходит укорачивание мышцы задней поверхности бедра. И это, кстати, видно, когда парень кладет ногу на стол. Вы можете обратить внимание, что она не полностью распределена, а немножко согнута в колени. Это как раз и происходит из-за того, что бицепс бедра находится в сокращенном состоянии. Учитывая точки крепления этой мышцы, мы можем понять, что при ее сокращении у нас будет происходить либо приближение таза к голени, либо голени к тазу. И если в вертикальном положении, стоя на полу первое, в принципе, невозможно осуществить, то и, соответственно, происходит второе, из-за чего ваш рост немножко и уменьшается. Если же вы регулярно начнете выполнять массаж и растяжку этих самых мышц, то постепенно сможете вернуть им естественную их длину, и таким образом ваш рост немножко увеличится. Конечно же, ни о каких пяти сантиметрах здесь и речи быть не может, потому что иначе ваши ноги выглядели бы как ноги сатиров из древнегреческих мифов. Так что рост здесь увеличивается точно так же, как от совета перестать горбиться и выпрямить спину. Но вообще растяжка это дело очень полезное, поэтому вот вам пара роликов, ссылки тоже будут в описании, которые подойдут даже для самых деревянных людей. Вы можете поверить в то, что завтрака раньше не существовало? Си... еще одно сильное заявление. В 20-х годах прошлого века компания BeachNutze хотела попысить продажу бекона. Для этого они взяли Эдварда Бернейса, который впервые стал использовать в маркетинге психологию, потому что был племянником Зигмунда Фрейда. Он попросил знакомого доктора разослать 5000 своих коллег анкету с вопросом, что лучше, легкий завтрак или сытный, а также что сытнее, кофе с тостом или яйца с беконом. То есть я правильно понял, что завтрак не существовал, но при этом он отправил 5000 людям вопрос о том, что они предпочитают на завтрак. Как это должно вообще работать? Не говоря уже о том, что повсюду в истории мы натыкаемся на упоминание о завтраках. Стоит только открыть библиотеку. Например, в романе Эмилия Золя «Джерминаль» 1885 года многократно происходит описание завтраков шахтеров и его сравнение с завтраком буржуа. Это сравнение используется в качестве инструмента для демонстрации разницы в их положении. Это просто один из примеров, который сразу приходит в голову. Но у автора этого ролика завтраков, оказывается, не существовало. 4500 ответили, что лучше сытный завтрак, и все согласились, что яйца с беконом сытнее. Далее в Америке выходит пресс-релиз о том, что врачи рекомендуют яйца с беконом на завтрак. Продажи бекона взлетают вверх. Бернейс в 28-м году пишет книгу «Пропаганда», становится отцом современного пиара, но никаких исследований о том, что завтрак обязателен и полезен не было. Весь завтрак в мире, от хлопьев с молоком до бутеров с колбасой, это маркетинг. И каждое утро мы с вами едим рекламу. В общем, это настолько бредовый ролик, что, честно говоря, и комментировать его даже как-то грустно, столько абсурдного заявления, что завтраков не существовало, я просто не мог. А в целом тот прием маркетолога, который он написал в своем видео, является отличным примером того, как можно манипулировать общественным сознанием. Эта тема есть превосходная книжка Герберта Шиллера под названием «Манипулятор сознания», где рассматривается огромное множество подобных примеров того, как государства и частные корпорации влияют на общественное сознание, формируя его именно в том ключе, которое им выгодно. Это грустно, это печально, это обязательно нужно знать. Бессмысленно экономить, бессмысленно какие-то сбережения делать. Каждая единица времени и усилий, направленная на экономию средств, это единица времени и усилий, упущенная на поиск стратегии радикального разбогатения. Если возьмем тебя и сделаем две параллельные реальности, в которой один будет изо всех сил учиться экономить, уменьшать расходы и прочее, вот пиздец, пиздец, экономить лучше продукты и все. А второй, вообще насрать, он где-то постоянно будет переплачивать, таксист, кино, везде он переплачивает. Но все свободное время он тратит только на дно, не разбогателит, не разбогателит. Как мне стать долларом миллионером? И пройдет три года, вот этот научится жить, питаясь шерстью и ватой, научится автостопом ездить, научится в секонд-хенде забирать незабранные обноски. А этот за три года, за три года таки найдет способ стать миллионером и получит все, что он хотел. Понимаете, вот сила фокуса внимания, вот сила расчищенного пространства. О, вечность, что такое он вообще несет? Очередной инфо-цыган, который предлагает какую-то волшебную таблетку, которая разом решит все ваши проблемы. И при этом сделает вас бесконечно богатым. При этом сам Арсен за последние три года не стал почему-то долларовым миллионером. И за последующие несколько лет я сильно сомневаюсь, что станет. Видимо, он недостаточно хорошо фокусируется. Или как это должно работать? Проблема этого ролика заключается в том, что умение зарабатывать и умение экономить это не противоположные умения, а наоборот, это умения, которые дополняют друг друга. Конечно, если вы не умеете много зарабатывать, то вы не сможете заработать большое количество денег. Но при этом, если вы не умеете экономить, то вы не сможете сохранить заработанное. И примеров того, как люди, которые заработали огромное состояние, в итоге остаются ни с чем и подают на банкротство, огромное множество. Взять хотя бы пример боксера Майка Тайсона, у которого многомиллионные гонорары были за бои, но в 2003 году он объявил себя банкротом. Потому что совершенно не важно, сколько ты зарабатываешь. Если ты не умеешь экономить, тебе всегда будет не хватать. И я уверен, что у вас тоже есть знакомые, которые зарабатывают, казалось бы, очень много денег, гораздо больше, чем вы, но при этом им постоянно этих денег не хватает. Есть также наверняка знакомые, которые зарабатывают не так много, но при этом им всегда на все хватает. Потому что умение экономить – это также очень важный навык. И раз уж я сегодня рекомендую большое количество интересной литературы, то настоятельно хочу порекомендовать вам прочитать книгу «Самый богатый человек Вавилона», которая как раз и посвящена этому умению, а также тем результатам, которые вы сможете достичь с помощью экономии, ну и сложного процента. Больше спойлерить не буду, читайте книгу, она очень классная и полезная. Что делать, если у тебя мало времени на тренировку? Есть один крутой научно-обоснованный способ сократить время тренировки, на 70% без потери эффективности. Люблю я этих фитнес-блогеров, которые разбрасываются цифрами направо и налево. Мне уже интересно, что же Павел Тулу нам решит предложить сегодня. Многие из вас просили сделать отдельное видео с разбором его роликов, и я постепенно собираю материал для этого. И чем больше материала я собираю, тем больше я разочаровываюсь в этом авторе. По этому методу тренировался даже Арнольд, а сам метод придумал вот этот умный дядя. Арнольд вам еще и не такое расскажет про свои тренировки. Так уж вот кого точно не стоит слушать в этом плане, это его. Более противоречивого, лицемерного врунишки в мире бодибилдинга и фитнеса найти сложно. Тем не менее, многие восхищаются его формой и думают, что если они будут следовать его советам, то получат такой же результат, что является максимально далекой от правды идеи. И отдельно мне интересно, как Арнольд умудрился тренироваться по методу мужика, который его придумал и опубликовал только в 2006 году. Что-то здесь не так. В том, что стимулирующими эффективными повторениями в подходе являются только примерно последние 3-5 раз. Например, если вы подняли штангу на 10 раз в отказ, стимулировать ваш рост мышц будут только последние 5 повторений, когда вам было тяжело. Именно тогда механическое напряжение в мышцах запускает строительство новых белковых структур. Последние 5 повторений от 10 повторений – это половина. И да, я придираюсь, но некорректно говорить последние 5, когда ты говоришь про половину. Это все равно, что вот человек бежит марафон 42 километра, и вот вы ему говорите, сначала, значит, пробежишь 21 километр, а последние 21 километр бежать уже будет легче. Ну, бред же, бред. Так нельзя говорить. Если вот делаешь 10 повторений, то последние 1 повторение, последние 2, ладно, ладно, 3 последних повторения, но это уже прям 30%, это очень много для тех, кто занимался математикой и статистикой. Но последние 5 повторений из 10, а что не последние 9 повторений из 10, да? Классная фраза. Я придираюсь. В любом случае, в целом логика верная, да. К росту приводят только те повторения, которые вы делаете на пределе своим сил. То есть, если у вас огромный запас сил, то от выполнения первых повторений, когда у вас еще очень много сил, и которые очень легко идут, никакого стимула для роста мышц вы не получаете. Вы получаете стимул только в конце, когда вы сжимаете из себя все, когда мышцы работают на пределе или близко к пределу. Вот там получаете стимул для мышечного роста. Отдельно этот механизм рассматривался уже в других роликах на канале, поэтому сейчас не буду подробно. Так вот, метод заключается в том, что мы делаем первый подход традиционный, например, на 10 раз с одним повторением в запасе, либо в отказ. Отдыхаем около 15 секунд, делаем второй подход, также с одним повторением в запасе, например, получилось 3 раза. Как правило, будет получаться около 30% от первого подхода. Делаем третий подход, стараемся тоже сделать 3 раза. Таким же образом мы отдыхаем и еще раз делаем подход. Когда я уже не могу выполнить 3 раза, я останавливаюсь. Все, тренировка на эту группу мышц закончена. Где-то я уже слышал что-то подобное. Ах, да, миллениалы изобрели метод отдых-паузы, который в свое время придумал еще дедушка бодибилдинга Джо Уэйдер. Сравните сами. Как показало исследование 22-го года, этот метод был даже чуть эффективнее, чем традиционные 3 подхода. Сохраняй закладки, чтобы не потерять. Что касается научного исследования, на который ссылается в Павел, то я нигде в интернете не смог найти никаких о нем упоминаний. Единственное, что я смог обнаружить, это фотографию в инстаграме автора этого исследования на фоне какого-то стенда, где про него написано, что вот оно было проведено. И все. Хотя автор обещал, что исследование будет опубликовано еще в 2023 году. Никаких научных статей, рецензий, обзоров, публикаций, ничего подобного в интернете нет. То есть для Павла критерием научности и критерием существования научного исследования является картинка из инстаграма. Этого для него достаточно, чтобы сказать, что существуют научные данные. К сожалению, идея использования научного подхода в тренировках, хотя сама по себе она замечательная, но в последнее время становится все более и более попсовой, и огромное количество недоблогеров начинают выдумывать всякую научную ерунду, которая звучит сложно, звучит вроде бы научно, но при этом никакого отношения к реальной науке не имеет. Одним из примеров таких недоблогеров является Павел Тулу, которого мы могли бы, в принципе, охарактеризовать как говорящую голову, которая зачастую даже не понимает ничего из того, что он говорит. Ну, серьезно, сказать, что есть научные данные, хотя единственное, что есть, это картинка из инстаграма, это настолько бессмысленно, это настолько глупо, что я разочарован, я очень сильно разочарован, и это далеко не единственный прокол в видео Павла, поэтому ждите отдельный подробный разбор. Это просто очень смешная кочка, которого компания-производитель витаминов попросила озвучить текст, в котором он вообще не понимает ни одного слова. Ну и ваше дело качаться, а не головой думать, правильно? Ведь для того, чтобы впаривать подросткам и различным другим личностям со слабым характером всякую ерунду из баноча, главное это иметь мышцы и уверенно говорить. И вообще не важно, что эти мышцы были построены вовсе не с помощью содержимого того, что продается в этих баночках, а совсем другим путем, ведь кого это волнует? Ребятишки поверят картинке и побегут отдавать свои кровные деньги с завтраков за всякую ерунду. Но это вся лирика, вернемся к главному. А главное заключается в том, что без витамина D человек в принципе не может существовать. То есть то, что было озвучено в ролике, является полнейшим бредом, не имеющим никакого отношения к действительности. Более того, большинство жителей нашей страны испытывает недостаток витамина D, если мы будем опираться на нормы, заданные в ВОЗ. Порядка 80-90% жителей России действительно сталкиваются с этой проблемой, и она поднималась неоднократно в течение 20 века на государственном уровне, и предлагались различные варианты и пути ее решения, в том числе за счет искусственного обогащения витамином D различных продуктов питания. Но когда вопрос о витаминах, то первое, что вы должны сделать, если вдруг у вас есть беспокойство по этому поводу, это пойти и сдать кровь, чтобы узнать содержимое этого витамина именно в вашем конкретном случае. Вместо того, чтобы смотреть разные видео в интернете и пытаться по косвенным симптомам, а у недостатка витамина D их множество, определить, что с вашим организмом что-то не так, лучше пойдите, сдайте кровь и получите четкую, точную, объективную картину, на основе которой уже врач вам сможет выписать рецепт и предложить методы решения. Потому что переизбыток витаминов, в том числе витамина D, также может привести к большому количеству негативных последствий, которые затем придется устранять. Это тот случай, когда лучше не заниматься самолечением. Вот такой вот набор роликов получился сегодня. Честно говоря, YouTube Shorts продолжает время от времени подкидывать мне настолько лютую дичь, что материал накопился уже на несколько выпусков вперед, поэтому если вам нравится этот формат, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, мне будет очень приятно это услышать. Мы все комментарии читаем, а самым приятным ставим сердечки, потому что они навсегда остаются в нашем сердце. С вами был Антон Кучумов, канал Street Workout, мы обязательно увидимся в следующем ролике, тем более, что весна, этого не видно, этого не видно, сейчас очень холодно, но тем не менее весна наступает, а значит снимать видео я буду все чаще-чаще и больше-больше, тем более, что появилась такая возможность. Все, всех обнимаю, до встречи, пока!